Сейчас вот вы еще тут посидите, а образование совсем разрушит, потому что скоро от него ничего не останется, как и от науки, потому что это злит шпану с этим самым, с гимнастом на кресте, это их очень злит. Шпану всех мастей злит, что кто-то берет и читает книжку, сволочь, он не книжку должен читать, а прыгать, что-то делать, добывать что-то, нефть качать в конце концов, рабом становиться в конце концов, побеждать в спортивной борьбе честной, во славу всего этого и так далее. Поэтому, когда закончится образование, оно закончится на вашем веку, вы скоро не сможете учить своих детей нигде, просто-напросто, все перейдет в старое существование, дай-ка я тебе, сыночек, перед сном книжечку прочитаю. Вот, этим все и закончится. То придется воспитывать детей путешествиями, книжками самостоятельно, потому что им никто больше ничего не скажет. Потому что выветрить и вытоптать этот слой очень легко, вырастить его очень трудно. Вот, хвалиться не буду, но мне понадобилось не одно десятилетие, чтобы прочитать то количество книг, которые я прочитал. Знаете, как говорила мне, я люблю эту фразу повторять. Одна девочка, я тут недавно ее встретил, она уже одиннадцатиклассница, выросла, но не поумнела. И мне это нравится в ней. Она верна своим принципам. Вот она, когда была в пятом классе, она увидела у меня на парте, я у них преподавателем был, большую толстую книжку на английском языке. Он так посмотрел, сказал, вы это прочитали? Я говорю, да. Второй вопрос мне уголкал, и все, поняли? Мало прочитать, еще попытаться понять, это другой вопрос. Это другой вопрос. Понять это совсем сложно. Так вот, чтобы как-то прочитать, а еще, не дай бог, понять, мне понадобилось не одно десятилетие. У вас не будет такого времени. И не будет времени у тех, кто будет преподавать потом, если это вообще профессия будет востребована. Не будет. Не будет. Придет время рабов. Ну, обратитесь к ребятам с раскосыми и жадными глазами. Вот одни из них продали мне очки. Ну, так вот, ну, мимоходно спросите. Диккенса читали? Ага. И так далее. Не будут. Я скачу, но веду одну линию. Вот я преподаю опять-таки в этой ухтомской школе, где эта замечательная девочка, верная своим принципам. А рядом в соседней школе, в первых классах почти нет ни одного коренного москвича. Там все ребята с вот таким вот странным разрезом глаз, как-то китайская, это самая итальянка. И, простите меня, что они усвоят из того, что вы им будете говорить про русскую литературу, про русскую историю, про всемирную литературу. И нахрен это им надо? И зачем им это надо? Это вот то, что повторяет собой любая империя. Представьте себе, Римская империя была империей почти поголовной грамотности. Потому что, если ты был гражданином Рима, ты должен был обращаться к римской администрации с определенной просьбой, написанной на латыни. Если ты не мог это грамотно выразить, ты был ущербен в своих правах. Это закон римского права. Когда к власти пришли рабы, вместо вот этой латыни возникает так называемая варварская латынь поначалу. А варварская латынь это приблизительно тот русский, на котором говорят ребята, продавшие мне эти очки. Твоя моя не понимай, а? Тоже русский, но какой-то отдаленный. И как вы думаете, если вы Твоя моя не понимай, вы Толстого прочитали, да? Это как его, Пушкина что ли, да? Или что-то там еще, Вергилий там в носу, да? Вот это все и будет. Это Гаспаров говорит. История развивается странным образом. Он перед смертью написал этот текст. Он сказал следующее, что это, кстати сказать, очень большой и крупный специалист по античной литературе и по Риму в том числе. Один из последних классиков. Он написал приблизительно следующее. Он сказал, что история развивается странным образом. Сначала хаос, варварство, потом неожиданный всплеск, взлет, развитие искусства, пышное цветение науки, культуры, интеллекта. И потом неизбежно опять небытие. Хаос. Ничто. Невежество. Тьма. И далее у него такие, в общем, довольно мрачные мысли по поводу того, непонятно, сколько эти качели будут раскачиваться из стороны света в тьму. Из света в тьму. Может быть, где-то они остановятся, затухнет эта инерция и все. И, так сказать, расцвет уйдет окончательно в абсолютную тьму. Заметьте, что и расцвет тоже не такой яркий, как и он был до этого. Я всегда люблю смущать своих хороших школьников одной простой вещью. Ребята, вы 11 класс заканчиваете. Знаете, что ваши сверстники 100 лет назад как минимум знали латынь, греческий и пару иностранных современных языков, когда заканчивали классическую гимназию. То есть, по нынешним понятиям, ни один выпускник современного университета, мирового, а не только московского и прочее, прочее, не только нашей нефтяной державы, но и там, где есть экономика и так далее, не обладает такими знаниями, которыми 100 лет назад обладал выпускник средней школы. Как сказал один директор школы, такой индивидуальный, он сказал, говорит, надо работать не на массу, не на реформу, а надо работать индивидуально. Потому что достаточно было 30 мальчиков лицейского выпуска начала 19 века, чтобы перевернуть всю Россию. Вот представьте себе, какой был уровень и какой был свет. Это всего 100 лет прошло. И в какой идиотии мы находимся сейчас. Я общаюсь с некоторыми выпускниками, прости меня, господи, ну, например, финансовой академии. Это ребята, которые хотят быть богатыми, успешными, владеть яхтами, вертолетами, пароходами и вообще стать политиками. И вообще, и вообще, и вообще. Я смотрю на них, это ПТУшники. ПТУшники. Абсолютные. Я с такими рос во дворе. Это ПТУ. Только амбициозные, с баблом. И, как это любят говорить, успешные. И это, извините меня, реалии. С этим ничего не поделаешь. И они тоже рабы. Они не с раскосыми и жадными глазами. Они там и славянской внешности, и еврейской внешности, и какой угодно, и москвичи. Но они рабы. Рабы по той простой причине, что они принимают какие-то очень примитивные условия, кормежки. Их покупают на кормежку. И эта кормежка становится смыслом и целью всего их существования. И они еще уверены, что они получили образование, они просвещены, они интеллектуальные элиты. Они все знают, и все им нипочем. Он, как говорил один из выпускников, очень успешный выпускник финансовой академии, когда его Греф брал на работу, он сказал, ты любишь живопись? Да не люблю я нахрен эти картинки. Хорошо сказал. Только целый город Толедо, идеальный испанский город, я уверен в этом на 100%, существует только благодаря такой картинке под названием «Похороны графа Аргаса». Потому что именно эта картинка, которая висит в церкви святого Фомы, в городе Толедо, становится таким привлечением паломников со всего мира, что этот город Толедо свой бюджет берет из этих туристических посещений. А это всего лишь одна картинка, которой, я вас уверяю, не всякий, кто пялится на ее глазом, просто поймет, что там происходит. Он просто не считает этот текст, потому что он будет смотреть на нее глазами раба. Это нормально. Свет и просвещение уходят. То совершенство, которое было когда-то. Вот чтобы было ясно. Корректор А.Кулакова Продолжение следует...